Hello, my dear friends! Мы продолжаем с вами цикл урока по грамматике английского языка. Разбираем простые времена, simple tenses. Действия происходят регулярно, мы констатируем факт в настоящем, прошедшем или будущем. Сегодня мы повторим, как строится предложение в простом прошедшем времени, past simple tense, отрицание. Утверждения были на прошлом занятии, смотрите предыдущее видео. Действие в простом прошедшем времени происходило yesterday, вчера, last week, month, year, на прошлой неделе, на прошлом месяце, в прошлом году, либо в какой-либо другой период в прошлом, который обычно указывается. В простом прошедшем времени не будет уже изменяться глагол, либо добавляться окончание, как это было в утверждениях. Я их буду давать для примера в начале. А вводится вспомогательный глагол did. Так как это отрицательное предложение, обязательно к вспомогательному глаголу нужно добавить отрицательную частичку not, которая в сокращенной форме с этим словом будет иметь форму didn't. Мы построим предложение и с полной формой did not, и с сокращенной didn't. Отрицание did not будет ставиться перед глаголом, глагол, словопередающий действие. И сам глагол меняться уже не будет. Это очень важно. То есть показателем прошедшего времени в отрицаниях в прошлом, в простом прошедшем времени, показателем будет did. Вспомогательный глагол did. Он помогает понять, что это прошедшая форма этого предложения. Поэтому сам глагол менять не будет нужно. То есть если у нас было утверждение, например, I finished school last year, я закончил школу в прошлом году, мы глаголу в утверждение добавляли идею, окончание прошедшего времени, то в отрицании к слову finish добавляться окончание не будет, а показателем того, что это предложение в прошедшем, будет вспомогательный глагол did вместе с отрицательной частичкой. Но так как это отрицание. Итак, я или кто-то другой, мы хотим сказать, не закончил школу в прошлом году. Мы констатируем факт в прошлом. О себе. I did not finish school last year. О нем. He did not finish school last year. Она не закончила. She did not finish school last year. It did not finish school last year. И во множественном числе. You did not finish school last year. We did not finish school last year. They did not finish school last year. Обращаю внимание и напоминаю, что в прошедшем времени, неважно о ком идет речь, о себе, о ком-то в единственном или о ком-то во множественном, глагол одинаково изменяется, либо не изменяется в прошедшем времени, и показателем прошедшего в утверждениях было окончание, иди, а в отрицании did not. Вспомогательный глагол did есть показателем прошедшего времени. Так, переходим к следующему примеру. Он интересен тем, что это слово из таблицы неправильных глаголов. Утверждение у нас было Я ходил в кинотеатр вчера. Утверждение мы меняли слово go на форму went. По таблице неправильных глаголов, так как это глагол неправильный, мы смотрели вторую форму для того, чтобы передать действия в прошедшем времени. В отрицаниях же, так же, как забегая наперед, скажу и в вопросах, показателем прошедшего времени будет вспомогательный глагол did, поэтому сам глагол go нам нужно вернуть в первую форму, то есть так как он дается в словаре, ходить go. Не будем изменять. Очень распространенная ошибка, то есть все оставляют обычно форму went, еще и did not добавляют. Нет, не нужно этого делать. Did достаточно для того, чтобы показать, что это что-то было или не было в прошедшем времени. Итак, у нас теперь будет не went, как было в утверждениях, а go, то есть возвращаем первую форму. И вот я выделила в таблице неправильных глаголов go, went, gone три формы глагола ходить, либо ездить. Таблица неправильных глаголов по три колонки. И нам первая нужна, то есть словарная форма. Итак, я не ходил в кинотеатр вчера. I did not go to the cinema yesterday. Во множественном числе Следующий пример Правильный глагол с окончанием иди. I played the piano last week. Я играл на пианино на прошлой неделе. Здесь мы просто убираем окончание. Так как это глагол правильный, мы не меняли его согласно. Его нет в таблице неправильных глаголов. Слово не менялось полностью, к нему просто добавлялось окончание в прошедшем времени. А в отрицании did будет показателем прошедшего. Слово play меняться не будет. Используем сокращенную форму. Сейчас скажем о том, что кто-то не играл на пианино на прошлой неделе. В единственном числе I didn't play the piano last week. О себе. Далее И во множественном числе Ты или Вы Мы Ещё парочку примеров. Неправильный глагол swim – плавать. Для того, чтобы построить утверждение, мы брали с таблицы неправильных глаголов его вторую форму. Это была swim. Я плавал в речке. И была I swam in the river the day before yesterday. Напоминаю, the day before yesterday – день перед вчера. То есть позавчера. Констатируем факт о том, что мы что-то делали в прошлом. В простое прошедшее время. Чтобы сделать отрицательным это предложение, swim – возвращаем в его первую форму. Вот я выделила. Согласно табличке. Там три формы. Swim – swim – swam. Возвращаем в первую. И ставим отрицание – not. Отрицательную частичку вместе с помогательным глаголом, который помогает понять, что это прошедшее время. Я не плавал в речке позавчера. I did not swim in the river the day before yesterday. Он – he did not swim in the river the day before yesterday. Она – she did not swim in the river the day before yesterday. Он – она о чем-то неживом. It – did not swim in the river the day before yesterday. И во множественном числе. You – ты или вы. You did not swim in the river the day before yesterday. Мы – we did not swim in the river the day before yesterday. Они – they did not swim in the river the day before yesterday. Следующее слово – watch. Смотреть, наблюдать. Правильный глагол. В утверждении у нас добавлялось окончание. I watched the football match two hours ago. Я смотрел футбольный матч два часа назад. Констатируем факт в прошлом. Мы хотим сделать и отрицательную форму. Поэтому didn't – сокращенную форму выбрали в этот раз. Ставим перед глаголом watch. Перед словом передающее действие нужно поставить отрицание. Did – показатель прошедшего времени. Поэтому watch не меняется. I didn't watch the football match two hours ago. He didn't watch the football match two hours ago. She didn't watch the football match two hours ago. It didn't watch the football match two hours ago. И во множественном числе. You didn't watch the football match two hours ago. We didn't watch the football match two hours ago. They didn't watch the football match two hours ago. И последний пример. С неправильным глаголом buy – покупать. Мы строили предложение. I bought the tickets yesterday. Я покупал билеты вчера. В простом прошедшем времени использовали вторую форму. С таблицы неправильных глаголов брали для глагола buy – покупать. Buy – bought – bought. Вторая форма – bought. Но для того, чтобы построить отрицание, нам не нужно даже заходить в таблицу неправильных глаголов. Но если перед нами предложение в утвердительной форме с измененным глаголом, то, конечно, нам нужно его вернуть в первую форму. Если не помните, воспользуйтесь таблицей. Дам ссылочку. У меня на канале есть таблица неправильных глаголов. Итак, я не покупал билеты вчера. I did not buy the tickets yesterday. Он – he did not buy the tickets yesterday. Она – she did not buy the tickets yesterday. Он – они живом. It didn't buy the tickets yesterday. Я тут замиксовала полную и сокращенную форму – did not и didn't. You – ты или вы во множественном числе. You did not buy the tickets yesterday. Мы – we didn't buy the tickets yesterday. И они – they did not buy the tickets yesterday. То есть глагол buy – покупать не меняется, ничего к нему не добавляется. Показателем прошедшего является вспомогательный глагол did. Вспомогательный глагол простого прошедшего времени, которое мы сегодня с вами разбирали. Отрицание в Past Simple Tense – в простом прошедшем времени. На следующем занятии мы разберем вопросительную форму, как составить вопросы в простом прошедшем времени. Thank you for attention. See you.